День, которого ждали почти век. На Курскую землю вернулась чудотворная икона знамени Божьей Матери Курская Коренная. Её привезли патриарх московский Сея Руси Кирилл и глава Русской Православной Церкви за границей митрополит Илларион. Священнослужители, первые лица региона, воспитанники православной школы, десятки курян встречали святыню в аэропорту. За полчаса до неё приземлился самолёт полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко, председателя попечительского совета по возрождению коренной пустыни. «Икона знамени ушла из обители в годы революции, чтобы помочь эмигрантам сохранить русские корни, русскую душу», сказал архиепископ Курский Ирильский Герман. С чудотворным образом связаны не только исторические события России и Курского края, но и судьбы тысячи тысяч курян. Божьей Матери шли в горе радости. Перед ней пролито море народных слёз. Она действительно овеяна молитвами, химиамом молитв. Она пребывает, чтобы благословить наш край, наш курский край. И благословить каждого человека, кто с верой, с чистой верой, с искренней, с чистой, детской верой, с благоговением будет притекать к ней в дни пребывания её здесь. Хранить веру и объединять людей – в этом великая миссия святыни, говорили священнослужители. Сначала Курская икона объединила верующих, которые покинули Россию. Теперь соединила две ветви Православной Церкви. В коротком разговоре утрапа патриарх Кирилл заметил, мы празднуем не только возможность увидеть икону на родной для неё Курской земле и поклониться ей. Мы празднуем историческую победу нашего народа над всеми теми разъединениями, которые были порождены трагедией XX века. И будем крепко просить Божию Матерь, чтобы она навсегда сохранила единым наше Отечество, наш народ, хранящим православную веру, а вместе с православной верой, хранящим и надежду на будущее. Живой коридор встречал кортеж с иконой на всём пути из аэропорта до площади Перекальского. Лариса Мироненко, Антон Млатышев, Телеканал 7.